Мудрое изречение, что путешествие оценивается по найденным друзьям, а не по пройденным километрам, полностью подтвердилось нашей поездкой в израильский город Решон-Лицион. Именно в этом городе мы познакомились с замечательным человеком, заместителем мэра города Максимом Бобицким, который нас очень радушно встретил в городской мэрии, рассказал об удивительной истории города, его настоящей жизни и перспективных планах на ближайшее будущее. Максим показал нам цветущий, зеленый город с многочисленными фонтанами, который вырос на месте безводной и безжизненной пустыни. Он провел нас по историческим местам, по местному рынку с восточным колоритом, познакомил с местными жителями, отвел в Центральный музей. В общем, благодаря таким теплым, дружеским отношениям, мы незаметно для себя пропитались этой замечательной, доброй атмосферой и буквально влюбились в этот город Решон-Лицион. Здесь мы видим знак, табличку, памятную табличку, как мы любим наш город. Это площадь муниципалитета, здесь мы иногда делаем концерты, здесь собираются люди. И отсюда мы начинаем наше путешествие. Первые семьи, на тот момент еще далеко не города, столкнулись с проблемой воды. В устранении этой проблемы помог барон Ротшильд, и мы скоро увидим ту прекрасную вышку, которую построили водонапорную башню. Люди поняли, что без воды нет жизни, поэтому в нашем парке вода, наверное, и символизирует то достижение, которого мы добили за 140 лет. Сегодня наш город также и опресняет воду. То есть практически вся вода, которой пользуются жители нашего города, это наша, Решенская вода. А ведь когда-то мы не знали, где нам ее взять для того, чтобы вырастить виноград. Там у нас есть интересное место, где собираются люди поиграть в шахматы. Конечно, играть не только в шахматы, но и в карты. К сожалению, много лет назад, я точно не помню, где-то около 10 лет назад, там произошел теракт. Погибли люди, террорист. Он вошел специально в это место, видя пожилых людей, играющих в шахматы, и взорвал себя. Вот с этого места начинался город Решен-Лицон. Это и есть та водопортная башня, которую построили благодаря вложениям денег барона Ротшильда. И с нее началась жизнь в городе. А это фортепиан, который мы с нами были, видите? Это бетонный фортепиан, которому не мешает ничего абсолютно. Жители могут спокойно приходить, играть, что происходит довольно-таки часто. То есть в любую погоду он стоит. Сам не играется? Нет, могу девочку попросить, она играется. Здесь практически все здания исторические. Вот прямо за вами, например, вот этот ряд исторических зданий. А этот жилой дом нет. Это здание историческое. И сейчас мы пройдем к нашему первому муниципалитету. Это здание историческое. Это первая мэрия города Решен-Лицон. В данный момент идут работы. Буквально через год-полтора это будет единственная гостиница, бутик в Решен-Лицоне. Вы можете посмотреть также, как в одном месте уживаются разные народы. Например, там вы можете увидеть, как бедуины готовят бедуинские питы. Прямо посередине этой улицы мы у премцев, это называется Большая Синагога. Это Большой Бэткнессет, наш первый Бэткнессет. Исторический. Сюда когда-то приезжал Герцель. Сейчас за мной вы видите нашу первую синагогу Решен-Лицона. Так называемый Бэткнессет-Агадоль. Большая Синагога. Продолжая экскурсию по городу с заместителем мэра Максимом Бабицким, у Большой Синагоги мы повернули направо и, пройдя буквально несколько метров, увидели открытые двери городского музея, где и продолжилось наше знакомство с историей Решен-Лицона. Гуляя по улицам Решен-Лицона, вместе с заместителем мэра города Максимом Бабицким, мы нашли этот замечательный исторический музей Решен-Лицона. И нашим гидом по этому музею будет финноязычный профессиональный гид Ирис. И мы с ней сейчас познакомимся. Ирис, тервитулу, пожалуйста! Привет всем русскоговорящим радиослушателям и телезрителям! Знаете ли вы, что основателями и первыми жителями Решен-Лицона были русскоговорящие переселенцы? И на сегодняшний день третья часть жителей города Решен-Лицон – это русскоговорящее население. Я являюсь экскурсоводом музея города Решен-Лицон. История этого города начинается в 1882 году. Именно благодаря первым переселенцам, или, как говорят, первой алие, и образовалось это первое поселение в современной истории Израиля. Добро пожаловать! Добро пожаловать! У нас сегодня будет интереснейшая экскурсия по музею Решен-Лицону. Пошли! Современная история Израиля начинается именно с Решен-Лицона, который был основан в 1882 году. Все эти события связаны с Россией. В 1881 году в России произошло убийство царя Александра II. Из-за распространенной информации, что в этом участвовали евреи, начались погромы еврейских поселений, преимущественно на юге России, в период царствования Александра III. Миллионы евреев после этих событий бежали из южных регионов России. Миллионами переехали в Америку в поисках новой жизни, жилья и работы. Часть евреев переехала в Южную Америку, часть в Западную Европу. А часть евреев приняла решение переехать в землю праотцов, в Израиль. Какая же была ситуация в Израиле в 1881 и 1882 годах? Этот период был турецкого владычества. В Израиле на тот момент проживало около 30 тысяч евреев и примерно 300 тысяч арабов. Наибольшее количество евреев было в Иерусалиме, Яв, Фотверии и Хевроне. В то время это была бедная, слаборазвитая территория. И если кто совершал путь из города Яв в Иерусалим, он мог легко попасть в руки разбойников. Сразу после погромов в России образовалась организация Ховивей Цион, что в переводе означает «любящий Сион». На этом портрете изображен один из ее организаторов – Залман Давид Левантин. Он обратился к евреям и сказал, что необходимо сделать выбор – поедем ли мы в Израиль или в Америку. И, конечно, мы выберем Израиль. И он переехал в феврале 1882 года. Увидел обстановку в городе Яффо, что это был грязный, очень шумный город. От этого вида его охватил ужас. Когда он ушел из города, то увидел, что вокруг очень много пустующей земли. Его друзья, около 50 человек из организации Ховивей Цион, отправили ему письма, что они тоже приедут в Израиль. Но в конце концов отказались. Так и не приехали. В сообщении было сказано – мы не приедем. Таким образом Давид Левантин остался один. И он сказал – что мне теперь делать? Я один. Я не могу создать никакого поселения. Потому что его главной целью было купить землю и создать сельскохозяйственную общину. И Давид Левантин встретил в городе Яффо других переселенцев. Там было 10 семей. Они решили собрать все свои деньги в одну складчину и купить землю. Таким образом появились еще желающие. И образовалась коммуна из 17 семей. Как они покупали землю – это очень длинный рассказ. Но в конце концов у них получилось. Купили землю в 20 километрах от города Яффо. Это была пустынная земля, на которой не росли деревья, не было воды, не было дорог, ни одного строения. Там водились змей, лисы и росли только колючки. Эти семьи приехали сюда жить 31 июля 1882 года. Название Ришон Ли Циона переводится как «Первый у Сиона». Ведь о возвращении на Сион пророчествовал древний Исаия. И это по-настоящему первая деревня, основанная первыми переселенцами. Вначале они жили в палатках. И самой главной проблемой, с которой они столкнулись – это не жара, не бандиты, а отсутствие воды. Они вынуждены были покупать воду в арабских деревнях. И очень часто происходило, что человек, который уходил за водой, возвращался без денег, без одежды и без воды, потому что его грабили по дороге. Поэтому они решили выкопать себе колодец. Этот проект занял 7 месяцев. И на глубине 48 метров они обнаружили воду. Они стали кричать «Мацану моим! Мы нашли воду!» И сейчас на гербе города Ришон Ли Циона можно прочитать эти слова «Мацану моим». Этот исторический колодец сейчас находится в Нижнем городе. Он буквально спас Ришон Ли Циона. Что же потом произошло? Первые переселенцы по профессии в основном были торговцами. Они всегда проживали в городах и ничего не знали о сельском хозяйстве. Как работать на земле, как нужно сажать, как выращивать. И они решили посеять ячмень и пшеницу. Эта земля была совсем непригодна для зерновых культур, поэтому урожай был очень плохим. Они решили попросить помощь и консультацию в этом вопросе. Они сказали, что экономически мы не можем здесь жить, если у нас нет ни урожая и никакой работы. Они решили отправить своего представителя, Йозефа Файнберга, в Европу, чтобы получить совет и помощь. Файнберг поехал в Париж и встретился там с богачом, бароном Ротшильдом. Ротшильд обратил серьезное внимание на проблемы, с которыми столкнулись беженцы из России в Израиле. Ему понравилась эта идея с первой еврейской деревней, и он сказал, молодцы, замечательно, я помогу вам. И дал им деньги, чтобы они могли полностью выкопать колодец, и отправил специалиста-агронома. Благодаря этому они основали экспериментальную плантацию. И оказалось, что эта земля идеально подходит для выращивания винограда. И как дальнейший результат, в Ришон Лицион был построен винный завод, который в то время был самым крупным и самым современным на Ближнем Востоке и вторым в мире. Завод был очень высокотехнологичного уровня, как можно сказать про уровень компании Микрософт в мире электроники сегодня. И таким образом Ришон Лицион был экономически спасен. Переселенцы выращивали виноград, отправляли урожай на винный завод, там производили вино и продавали евреям за границу. Каждая еврейская семья, которая видела бутылку с информацией на этикетке «Кошерное вино, произведенное в Ришон Лиционе», покупала еще больше этого вина. И евреи готовы были платить больше, когда видели, что это настоящее кошерное вино из Израиля. Таким образом, Ришон Лицион стал символом надежды миллионам евреев для переселения в землю Израиля. Евреи из разных диаспор мира осуществляли поддержку и давали возможность еще большему количеству евреев переехать в Израиль. Сегодня Ришон Лицион – четвертый город по численности населения в Израиле. В нем проживает 260 тысяч жителей. Часть первых переселенцев впоследствии покинули Израиль, но на их место приехали другие. Барон Ротшильд взял экономическую ответственность за этот город вплоть до 1900 года, когда Ришон Лицион достиг своей экономической независимости и самостоятельности. Сейчас мы находимся в доме еврейской семьи Элеезера и Сары Салитов, 1883 года постройки. Это одна из первых семей переселенцев-основателей, Ришон Лицион. В царской России у них был свой дом, и они со своей супругой воспитывали четырех детей. С наступлением погромов Элеезер продал свой дом и вырученные деньги положил в банк. Там его заверили, что эти деньги он сможет снять в банке на территории Палестины. Он также знал, что во время турецкого владычества на этой территории был дефицит товаров, и всю свою мебель он отправил на корабле сюда, в Израиль. Когда они всей семьей приплыли на корабле в порт города Яффа, а в то время корабли останавливались в море, вдали от берега, пассажиров же перевозили на маленьких лодках. И когда турецкие сановники поднялись на корабль, они сказали семье Салита, что маме и четырем детям совершенно нечего делать на палестинской земле. Но отец семейства может высадиться на берег, потому что он выглядел как крепкий рабочий мужчина. Элиезер сказал жене, не беспокойся, плывите в следующий порт, а я все организую и найду вам перевозчиков. Элиезер сел в лодку и высадился в порту Яффу. Его супруга с детьми продолжила плавание в Египет, а потом в Ливан. И там они высадились с корабля и добрались до Палестины по суше. В связи с этими событиями их пребывание на этой земле было нелегальным, без разрешения. Элиезер пошел в банк и много раз пытался получить свои деньги, но деньги так и не поступили в Палестину, и тогда он понял, что деньги исчезли. Мебель также не была доставлена и куда-то пропала. Когда они приехали в Решон-Лицион, они были одной из самых бедных семей. Сара Салит изготовляла мебель для их жилища из пустых бочек из-под топлива. И она говорила, что это благословение, когда солнце заходит за горизонт. Тогда ее дети уже не видят, что хлеб с плесенью. Они многое претерпели, но выдержали. Элиезер был единственным, кто стал выращивать на этой земле оливковые деревья. Постепенно экономически они встали на ноги. У них родились еще дети. В конце концов, мальчики выучились на врачей-агрономов и покинули страну. А девочки остались в Израиле. Вот здесь вы видите внука Элий Салит. Он умер несколько лет назад. Я была его гидом в этом музее, доме его бабушки и дедушки. В этой экспозиции мы расскажем об истории появления израильского флага. Он появился здесь, в городе Решон-Лицион. В 1885 году Решон-Лициону исполнилось три года. Один житель Решона, Израиль Белугин, сказал «В прошлом году мы никак не праздновали день основания Решон-Лициона. Давайте в этом году отпразднуем это событие». Они собрали деньги, купили фейерверки, конфеты для детей и решили по-настоящему отпраздновать третью годовщину города Решон-Лицион. Вначале готовили праздник только для детей. Детей должны были нарядить в праздничные одежды, собрать их в одном доме и там угостить конфетами. Потом они все вместе должны были организованно пройти по главной улице поселка, с верхней части спуститься в нижнюю часть, остановиться около каждого дома, петь песни и поздравлять всех с праздником. Во время планирования праздника поступило предложение, чтобы кто-то из взрослых поехал впереди детской колонны на осле, что это будет более торжественно. И может этим взрослым человеком будет представитель барона Ротшильда. Потом стали додумывать, что если взрослый поедет на осле впереди детей, и было бы более торжественно, если бы у него в руках был флаг. И вот тогда молодая женщина по имени Фани решила взяться за изготовление флага. Для этого она взяла белую ткань и стала размышлять. Что же я должна здесь изобразить? Если я начну вышивать название города Ришон Лицеон, то это будет очень большая работа. Потом она обратила внимание на молитвенное покрывало, которое лежало на стуле. На еврите оно называется талит. Уже тысячелетия еврейские мужчины покрывают себя таким талитом во время молитвы. Очень часто талиты изготавливаются белого цвета с синими полосами. Так к Фани пришла мысль изготовить флаг, который будет напоминать об этом молитвенном покрывале. И тогда она вышла на белом покрывале две синих полосы сверху и снизу. Посередине вышла звезда Давида. Так и получилось. В июле 1885 года здесь на главной улице проходил марш детей с синий-белым флагом. Никто это событие не фотографировал и оригинальный флаг не сохранился. Белкин отправил письмо на русском языке в Россию своему другу. Он пишет о флаге и о том, как проходил этот праздник. У нас хранится копия этого письма. Таким образом, мы знаем, что это достоверная история. Позднее при изготовлении флага две тонкие полосы соединили в одну широкую. И в 1897 году на первой сианитской конференции Теодор Герцин предложил изготовить израильский флаг с изображением семи желтых звезд. Но евреи сказали, что у нас уже есть флаг синий-белого цвета. Это говорит о том, что уже в разных местах начали активно использовать этот флаг, что и стало широко известно на сианитской конференции в Базеле. Также национальный гимн «Хатиква» был написан в городе Ришон-Лицион. Здесь вы видите фотографию нафтали Герца Имберга. Он был очень умный, одаренный еврейский мальчик из Восточной Европы. Он говорил и читал на разных языках. Когда ему было всего 10 лет, он уже сочинял песни на польском языке. Эти песни публиковали в газетах, и за это он получал гонорар. Он также выучил и хорошо знал иврит. Еще до переселения в Израиль им были написаны стихи к песне «Наша надежда». В 1882 году он встретился с сэром Лоуренсом Олефантом. Он был христианином и поддерживал еврейских мигрантов. Он пригласил нафтали в Иерусалим в качестве помощника. Таким образом, нафтали оказался в Израиле. Но в Иерусалиме с ним произошли неприятности. Он сильно заболел туберкулезом. Находился в больнице на длительном многомесячном лечении. Когда ему стало немного легче, врач посоветовал покинуть Иерусалим в более благоприятное место для здоровья. И хотя в Иерусалиме очень хороший климат, Но в то время, в конце 19 века, евреи в Иерусалиме в старых квартирах жили очень в стесненных антисанитарных условиях. Болезни там очень быстро распространялись. И его босс Олефант организовал для Имбера вот эту комнату. Здесь он мог нормально жить и лечиться. Сейчас мы в подвальном помещении, и здесь воздух тоже не очень хороший. Но Имбер здесь только ночевал, а утром уходил на улицу, где морской воздух исцелил его полностью. В 1886 году стихи Имбера были опубликованы на Еврите в одном небольшом издании. Среди этих стихов было также стихотворение «Наша надежда». В 1887 году композитор Шмуэль Коэн задумал написать на эти стихи музыку. Но у него это не сразу получилось. И, как утверждают некоторые музыковеды, у Шмуэля получилось написать прекрасную музыку, в основе которой прослеживается румынская мелодия. И в 1887 году песня «Хадиква», то есть «Наша надежда», была впервые исполнена здесь, в Ришон-Лиционе. Людям эта песня очень понравилась. Ее полюбили, и она стала быстро распространяться среди переселенцев в Израиле, и также стали ее исполнять за границей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот перед вами открывается вид на этот дом. Как я уже сказал, сегодня он не исторический, но он стоит на историческом месте. Именно на месте этого дома стоял маленький домик, в котором жил прекрасный композитор, написавший гимн Израиля «Атиква». Ну и вот здесь бы хотелось обратить ваше внимание на первую еврейскую школу. Сейчас в зале уже построили новую школу, новые корпусы, вот. А это зале все равно используется как школа. Вот именно в этой школе, это первая в Израиле школа, обучающая на еврите. Мы наконец дошли до очень важного исторического здания, важного не только для Ришона, я думаю, для всего нашего государства, для страны Израиль. Спустя тысячелетия в этом здании возрождался иврит. Это первая еврейская школа на иврите в государстве Израиля. Это называется Бет-Сефер Хавиф. Вот Бет-Сефер Хавиф – это первый символ возрождения нашей еврейской культуры на иврите. Что ж, Максим, огромное спасибо. Мы благодарим вас и наши телезрители, путеводители по Израилю. Наверное, тоже от всего сердца благодарят вас за эту познавательную, интересную экскурсию по замечательному городу. Спасибо за ваше драгоценное время, потому что мы знаем, у вас очень много здесь обязанностей. Люди вас постоянно на улицах останавливают, консультируют, задают вопросы. Благодарим, спасибо. Замечательный, интересный город Решон-Лицион. Мы приглашаем вас, дорогие телезрители, приезжайте обязательно, посетите этот город, отдохните на пляжах. Решон-Лицион, пройдитесь по этим старинным улочкам. Еще раз благодарим. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Я тоже вас хочу поддержать. Я приглашаю всех жителей Финляндии, всех, кто нас видит. Приезжайте в нашу страну. У нас хорошая, мирная, дружелюбная страна с очень хорошими, мирными и дружелюбными людьми. Мы всех вас ждем. Спасибо. Лехитровод. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok